МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время подключения своего дома уточняем в управляющей компании. Теплоноситель в зимнем режиме важно не только подать по тепловым сетям, его важно и правильно принять. Управляющие компании обязаны были провести подготовку внутридомовых систем теплоснабжения к отопительному периоду. И сегодня, если они такую работу провели, то проблем возникнуть не должно. Раннее включение батарей, как правило, сокращает число простудных заболеваний. Но если кто-то все-таки заболел и в медучреждении возникли проблемы, обращаться можно будет к личному медицинскому адвокату. Кое-кого такие уже есть. В пилотном режиме на площадке 3-й городской поликлиники начали работать страховые поверенные. Пока их 5, за каждым закрепили по 40 пациентов. А вот какая от них польза, мы попытались разобраться. Сейчас мы все подсыпем и сделаем запись электрокартиограммы. В Центре здоровья 3-й городской поликлиники многолюдно. От 40 до 70 человек обращаются ежедневно. Без записи и бесплатно можно пройти целый список обследований. Но на диспансеризацию до сих пор приходят не все. В этом году мы должны осмотреть 18 850 человек. На данный момент прошло 15 490. Вот, соответственно, около 3,5 тысяч мы ждем на диспансерный осмотр еще. Теперь, надеются, медики обращаться к ним будут чаще. Пилотный проект по работе страховых поверенных решили начать как раз с профилактики. Некоторые пациенты уже получили первый СМС. Мы предоставляем списки, страховую компанию тех граждан, которые подлежат диспансеризации в этом году, но еще ее не прошли. Страховая компания нам помогает, предупреждает этих пациентов, что они должны пройти диспансеризацию, приглашает их. Чуть позже страховщики проверят, попали или нет на прием эти люди. Посчитают затраты и оценят качество помощи, чтобы в полном объеме, бесплатно и в срок. Пока в список попали 200 тюменцев, поверенных за ними закрепили 5 человек. Все они эксперты страховой компании. Это индивидуальное информирование и индивидуальное сопровождение. Сейчас этот пилотный проект, мы как раз пытаемся на этом этапе, в ходе пилотного проекта, отработать все механизмы, чтобы было удобно и гражданам, и нам сориентироваться можно было. С нового года поверенные появятся еще в четырех страховых компаниях области. Охватить вниманием им придется почти полтора миллиона человек. Страховщики надеются на помощь электронных медицинских ресурсов, ведь работы прибавятся. Страховой представитель – это будет не просто страховая медицинская организация, а это будет именно человек с именем, фамилием и отчеством, что любой пациент будет знать своего страхового поверенного и может к нему обратиться для решения любых вопросов, вплоть до маршрутизации пациента. И это еще один способ повысить качество медицинской помощи. Только в Югорию Мед ежемесячно поступает более тысячи звонков от пациентов. За первое полугодие по трем жалобам выплачена компенсация за взимание платы в лечебных учреждениях. Еще два дела по врачебным ошибкам на рассмотрении в суде. Юлия Сауляк, Александр Изосимов, Тюменское время. А далее наш теленавигатор уточняет дорожную обстановку на выходные. Итак, на время ремонта инженерных сетей частично ограничили движение по улице 2-я Луговая. По одному ряду в обе стороны доступно для автомобилистов и на участке от Мысовской до Астраханской. Также стоит исключить из маршрута улицы Полеву и Имскую здесь идут дорожные работы. В этом же районе не проехать по Таврической, здесь меняют коммуникации. А вот выезд с улицы Народной на Широтную перекрыли аж до конца месяца. В пробке придется постоять и на кольце Федюнинского Смельникайте. А сейчас о том, что интересного случилось в городе и области, блок коротких новостей продолжает выпуск. Субтитры делал DimaTorzok В Юлторовске всего 25 тысяч. Согласно проекту, мусор поместят в бункеры, которые защищают почву и воздух от загрязнения. А в дальнейшем отходы разложат на составляющие. Нужные компоненты будут перерабатываться. Объем инвестиций в проект составил полтора миллиарда рублей. Зато в дальнейшем они и помогут превращать мусор в деньги. В Тюмени охотились за ошибками. В Международный день грамотности вооруженные фототехникой волонтеры ходили по городу в поисках опечаток. Внимание обращали на наружную рекламу, дорожные указатели, вывески и таблички. Исследовали исключительно историческую часть областного центра. Прошли от площади борцов революции до набережной по улице Республики и обратно по Ленина. Охота удалась. Ошибки орфографические, пунктуационные, синтаксические. Ошибки, связанные с неправильным согласованием, поддержным и так далее. Плохое усвоение школьной программы, невнимательность к собственному языку. Это вещи такие распространенные, мы с этим боремся. Все фотоснимки с ошибками опубликуют на сайте движения «За русский язык». А в организации их допустившие направят гневные письма с просьбами повнимательнее следить за чистотой речи. Богиня в шинели, сибирский клиент, о чем шептал линенок. Это лишь часть сказов, вошедших в сборник память тюменского писателя Ивана Ермакова. Презентация книги прошла в областном центре. Тираж более полутысячи экземпляров. Они пополнят фонд научной библиотеки имени Менделеева. Потому любой желающий сможет полистать страницы тюменского классика. Описал он о сибирских деревенских жителях и их житейской мудрости. Самое главное – это книга о мастерстве жизни, об умении радоваться. Потому что невероятная энергия радостная идет из каждого слова. Кайф. Можно научиться мастерству жизни. Можно, как мне кажется, в другое измерение перейти и просто научиться радоваться всему, что окружает. Уборочная кампания в большинстве районов области приостановлена из-за дождей. Тем не менее, план по уборке зерновых и зернобобовых к середине месяца был выполнен на 76%. Обмолоченный миллион 130 тысяч тонн – это на 70% больше, чем было на эту же дату 2015-го. Несмотря на теплое лето и хорошую урожайность, в целом сезон был непростым. Сначала с водой воевали, много затопило земель. Поэтому мы вошли, как говорится, по северную маленько запоздали. По технической части, по готовности, у нас было все готово. То, что, скажем, только погода нас повела. Точнее, поговорим об этом с нашим гостем. Это заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чемитов. Владимир Николаевич, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Владимир Николаевич, думаю, вы согласитесь, что вырастить и собрать урожай – это одна проблема, а вторая проблема – это его продать. В целом, эксперты по России прогнозируют высокую урожайность, но мы понимаем, что когда высокое предложение, то цена падает, цена может и не порадовать наших аграриев. Произвести, как правильно отметили, это только часть большой серьезной работы от того, в какие сроки будет продаваться урожай, где он будет храниться, удастся ли продвинуть этот урожай за пределы Российской Федерации. Скажите, а сколько в Тюменской области тонн зерна нужно, чтобы внутренние потребности закрыть? И сколько у нас излишков останется? Внутреннее потребление нашего субъекта составляет чуть более 1 миллиона тонн. Это все вместе с животноводством и продовольствием лица. Куда наши излишки пойдут? На экспорт Тюменской пшеницы уже идет или еще пока нет? Вы знаете, мало кто, наверное, в курсе, но Тюменская пшеница уже давно вывозится за пределы Российской Федерации. Это просто не исчисляется какими-то большими партиями. Но на самом деле есть контракты, есть поставки. И когда с наших элеваторов идет отгрузка железнодорожным транспортом, специалисты, которые оформляют документы, выписывают их иногда в Европу, иногда в Египет, иногда в страны ближнего зарубежья. Как в такой ситуации область может помочь и чем нам может помочь соглашение с Зерновым Союзом? Сейчас Российская Федерация имеет достаточно высокий уровень намолоченного зерна. Этот показатель приближается к 90 миллионам тонн. Вообще прогнозное значение порядка 110 миллионов. Это при всем при том, что внутреннее потребление на территории России, по разным оценкам, от 72 до 77 миллионов. То есть у нас очень серьезный профицит зерна, который вполне возможно может давить на рынок. И здесь надо отдать должное нашему федеральному министерству сельского хозяйства, которое сейчас активно прорабатывает вопрос по закупочным интервенциям. Что это такое? То есть когда государство выходит на рынок и предлагает купить это зерно по заранее оговоренной цене. По нашей территории эта цена достаточно хорошая, более 10 тысяч рублей за тонну. Уже другой вопрос, удастся ли по этой цене продать, потому как в силу определенных процедур есть торги определенные, и цена может корректироваться в сторону понижения. Но в целом, я думаю, этот механизм позволит удержать планку, скажем так, на достаточно приемлемом уровне, который не обрушит рынок. Потому что мы понимаем, что такое осенью, когда все молотят и возникают различного рода расходы, связанные с приобретением топлива, какими-то возвратами кредитов, уплаты налогов до той же банальной выплаты заработной платы, то, конечно же, наличие различного рода механизмов, поддерживающих таких, как интервенция, конечно, позволяет, скажем так, чувствовать себя более уверенно товаропроизводителям. И, безусловно, что можно порекомендовать, максимально зерно постараться заложить на хранение, потому что именно в уборку цена на зерно всегда, значит, самая низкая на протяжении всего остального периода времени. Владимир Николаевич, пусть все получится, и спасибо вам за это интервью. Спасибо. Менее двух суток остается до начала выборов. Тюменская область к ним готова. 18 сентября выполнить свой гражданский долг и проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера. Работать будут более тысячи избирательных участков. В регионе свыше миллиона 80 тысяч избирателей. Это почти 75% жителей области. То есть право голоса имеют три человека из четырех. Почему 18 сентября нужно обязательно проголосовать? С этим вопросом мы обратились к тюменцам. Все наши респонденты сказали, что на выборы пойдут, а вот мотивы у каждого свои. На выборы нужно идти голосовать, чтобы выбрать достойного претендента, который управлял бы нашей страной. Ну, во-первых, чтобы политическое самосознание людей не угасало. И чтобы каждый человек понимал, что от него что-то в нашей стране зависит. Это самое главное. Чтобы решить свое будущее, чтобы сделать страну лучше. Ну, чтобы был порядок в стране. Чтобы любить свою родину. Если кто-то говорит о том, что мой один голос ничего не решает, а может быть он как раз и значим для партии, для человека. Ну и, мне кажется, собственное удовлетворение. Я высказал свою позицию. Нам нужна стабильность, спокойствие в стране, уравновешенность. Значит, вот с этой целью, мне кажется, нужно прийти, отдать свои голоса. Не забудьте и вы в это воскресенье прийти на свой избирательный участок. Но мы продолжаем точнее говорить о людях, явлениях и событиях. Сезон теплоходных прогулок по туре заканчивается. Серьезных происшествий не было, но это не благодаря, а скорее вопреки. Число нарушений правил перевозки пассажиров на водном транспорте в этом году перевалило за 250. Герои знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» явно не были знакомы с правилами поведения на теплоходе. А зря. Например, курение на палубе строго запрещено. Моторист Анатолий Васюков частенько делает замечания любителям подымить и прочим нарушителям порядка. Стоял, курил, мы подошли, сделали предупреждение, сказали, что когда подойдем к причалу, у него штраф 500 рублей. Он сказал, ну ладно, заплачу 500 рублей, стоял дальше, курил. Чем чревато курение на палубе? Уголек может куда-нибудь тоже упасть, тут же краска и все. И на моторное отделение, топливо, все может всплыхнуть и загореть просто. Однако пассажиры чаще всего ответственно подходят к своему путешествию. Многие знакомятся с правилами безопасности, спрашивают спасательные жилеты, круги и лицензию. Отсутствие этого документа – самая частая проблема водных перевозчиков. С начала года транспортная прокуратура выявила более 250 нарушений. А недавно сотрудники наказали владельца судов «Адмирал» и «Аквариум». Лицензия на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом у него отсутствовала. Мировым судом дело рассмотрено по счету и индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Но в настоящее время индивидуальный предприниматель лицензию получил, нарушение устранено. Работники этой компании уверяют – плавать с ними не страшно. Безопасность у нас соблюдается полностью, стопроцентная. То есть у нас есть все абсолютно лицензии, у нас есть уголок покупателя, жилеты, круги. Абсолютно все документации у нас имеется. Однако, заходя на палубу, пассажиру стоит удостовериться, а все ли есть на месте. Еще один предмет безопасности, который находится на теплоходе – это спасательный плод. Он лежит вот в этой белой пластмассовой капсуле, напоминает надувную палатку со светоторожающими элементами и вмещает в себя до 10 человек. Вот так спасательный плод выглядит в деле. Между тем, в Тюмени всего две компании, которые осуществляют свою деятельность законно. Среди образцовых теплоходов – Тюмень и Тюмень-2. Остальные предприниматели работают нелегально, так что плавать с ними небезопасно. Однако, в любом случае, стоит помнить на лицензию «Надейся», а сам не плашай. Светлана Матус, Артем Суханов, Тюменское время. Безопасность туристов – вопрос номер один. Тем более, что руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что у Тюменской области есть все возможности для привлечения путешественников. Сегодня специалисты этого агентства разрабатывают новый бренд, в основе которого могут быть и самые яркие жемчужины нашего края. Мне кажется, Тюменская область может быть интересной и популярной с точки зрения промышленного туризма. Тюменская область – одна из лидеров нашей страны по добыче полезных ископаемых, нефти и газа. Кроме этого, в Тюменской области очень интересный санаторно-курортный комплекс, высококачественный. И с этой точки зрения мы просто обязаны развивать внутренний визной туризм. Также глава Ростуризма предложил расширять такие туристические направления, как охота и рыбалка. Природные богатства можно использовать не только для развлечений, но и для вдохновения. К примеру, муза известного тюменского художника Александра Васильева привела его на побережье Краснодарского края. А в поисках лучшей натуры мастеру пригодилось не только творческое дарование, но и физическая подготовка. Художник Васильев встречает гостей не пирогами и блинами, а маслом. Точнее, свежим живописным уловом с Краснодарского края. В Сочи Дагамысту Апсе этим летом он объехал полпобережья. Говорит, работать, когда все вокруг загорают, жуют шашлыки, шаурму и ныряют непросто. Соблазны бросить кисти и краски у Черного моря на каждом шагу. Это Туапчинский городской пляж. Ну, все как обычно. Запахи кукурузы, запахи нос раздирают. Это просто... Ну, когда запахи уходят, все, в общем-то, встает на свои места. Думать о перспективе, формах и мешать цвета в плюс 40 и под шум прибоя – задача не из легких. На этюд уходило по три часа. Васильев признался, он все же купался, пробовал крымские вина, ловил медузы, и даже один раз прокатился на надувном банане. Но работы на море было море. Зарисовки на Батумском шоссе он делал в Догомысе. Железную дорогу и маленькие улочки писал в Туапсе. Это роза хутор, где проходила Олимпиада. Из жары в холод. Ради этого этюда под Сочи Васильев поднялся в Кавказские горы на высоту 1700 метров, где всего 10 градусов, но запасливый сибиряк не замерз. Я брал курточку, брал джинсы, с капюшоном куртка была. Я просто знал, что там холодно и специальностью меня все это с собой забрал. Секрета нет. Александр Васильев – путешественник со стажем. Но ученики его открыли с новой стороны. Меня поразило, что Александр Витольевич, он был нашим педагогом, и мы не знали его с той стороны, что он может залезть в горы и рисовать на морозе буквально. Удивились немного даже, что здесь так чисто, аккуратно, все сложено. Мне рассказывали, что художники, они такие, у них все время беспорядок. Вопросов было много. Художник ответил на все и дал мастер-класс по технике маслом. А юные художники признали, сделать селфи на море большого ума не надо. А вот писать волны с натуры – нелегкий труд. Нельзя передать ту атмосферу, какой-то селфи. Когда ты переживаешь это, изображаешь это на своей картине, это здорово. Работы с летнего пленера на Черном море можно будет увидеть на персональной выставке Васильева в Тобольске уже весной. А через два года художник планирует большое путешествие по Крыму. Анастасия Лизаревич, Сергей Мякишев. Тюменское время. Заслужили. У тюменского коллектива «Формейшн Вера» появится свой дом. Точнее, Центр развития спортивных танцев. О том, что деньги на его проектирование заложат в бюджете следующего года, сообщил глава региона. Очень важно, чтобы это действительно был красивый современный зал, соответствующий всем, да уже не европейским, а мировым стандартам, в котором вы сможете заниматься, я имею в виду профессионалы, где будут заниматься ребятишки, где можно будет сделать таким местом, где и другие мероприятия, связанные с развитием танцев, можно будет проводить. Также для Веры будут предусмотрены средства на подготовку к соревнованиям. Были сегодня и другие приятные сюрпризы. За достижения на паркете танцоры получили из руглавы региона сертификаты на 100 тысяч рублей каждый. Ну и традиционно по пятницам мы с вами планируем, как провести субботу и воскресенье. Точнее, мы рекомендуем, а вам остается только выбрать. Уже в это воскресенье, 18 сентября, нас ждет большой щедрый праздник – Золотая осень. Каждый, кто придет на него, получит подарок. И это не шутка. В 8 утра откроют дверью 182 пункта розыгрыша. Если вы старше 16 и зарегистрированы по месту жительства в Тюмени, достаточно будет предъявить паспорт и вытянуть заветный билет. Среди 350 тысяч подарков – 4 однокомнатные квартиры, 20 автомобилей, а также бытовая техника. Кстати, уже сегодня жетоны пересчитали и разложили по барабанам. За процессом следили независимые наблюдатели. Будет их охранять дежурный отряд полиции. И эти барабаны мы будем завозить в пункты розыгрыша наших подарков поздно вечером 17 сентября, либо рано утром 18 сентября. Помимо подарков в центрах розыгрышей вас ждет насыщенная программа. Например, с 10 до 2 в современнике перед тюменцами выступят творческие коллективы. А в детско-юношеском центре «Пламя» пройдет конкурс рисунков милом на асфальте. В это же время в 16-й библиотеке состоится краеведческая викторина, посвященная 430-летию Тюмени. А если вы любите танцевать, отправляйтесь в 12 часов в центр Тюмень-Зи-До. Там пройдут мастер-классы по аэробике. Не забыли организаторы и про любителей спорта. В 10.30 в школе номер 60 стартует осенний кросс, а в 12 соревнования по настольному теннису. Но и это еще не все. Какой же праздник без вкусных угощений? На каждой площадке будут установлены мангалы и временные летние кафе. Кроме того, откроются 11 палаток здоровья, где все желающие смогут проверить состояние своего организма. Тюменцам измерят давление, рост и вес и проконсультируют, как правильно питаться. Кстати, можно будет не только зарядиться энергией на неделю вперед и получить подарки, но и сделать их. В центре семья и организации «Особый ребенок» будут благодарны за новые вещи и игрушки. А еще больше информации о празднике «Золотая осень» вы найдете на портале «Тюмень. Наш дом». Кристина Смирнова, Леонид Елизаревич, «Тюменское время». Бабье лето в этом году под большим вопросом. Ничего необычного в этом нет. Примерно каждый 5 сентябрь выдается именно таким холодным и мрачным. Вспомнить только 9 месяц 2014 года. Тогда выше 20 градусов температура поднялась всего один раз за месяц. Однако, если верить прогнозам специалистов, короткий всплеск тепла возможен, но лишь в конце сентября. На этом у нас все на сегодня. Мы встретимся с вами в понедельник. А пока желаем вам хороших выходных.